Что нового в марте 2024 года? Можем вас познакомить. Мия наш новый помощник с искусственным интеллектом. Мия уже интегрирована в наши программы. Вы можете обратиться к ней за помощью напрямую. Этот искусственный интеллект обладает знаниями о нашем веб-сайте и может отвечать на вопросы о программе. Нагрузки на покрытие, известные из предыдущего поколения программы, теперь также реализованы в RFM-6 и ER-штаб-9. С помощью ввода толщины покрытия и удельного веса можно, например, учесть гололедные нагрузки на поверхности сечения стержней. Недавно был реализован тип стержня – амортизатор. Такие типы стержней используются, например, в качестве амортизаторов масс для компенсации колебаний здания, вызванных ветром или землетрясением. По модели Кельвина Фойкта, вязкое затухание и жесткость пружины можно задать и учесть параллельно для этого типа стержня. Функция «Разделить поверхности пересекающимися линиями» доступна уже некоторое время. Однако теперь можно применить эту опцию и к изогнутым поверхностям. Выбрав область и щелкнов правой кнопкой мыши, можно получить доступ к этой функции через контекстное меню. Гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты играют важную роль при проектировании стен из деревянных панелей. Для этого в базу данных материалов добавлены различные материалы от разных производителей. Как обычно, все запланированные и реализованные функции перечислены в экстронате.